Гора Преображения Гора Преображения – это прообраз наших служений. Потому что Павел говорит в одном месте о том, что мы должны преображаться в его образ. И у нас есть два инструмента преображения. Один инструмент – это Илья, а другой инструмент – это кто? Это Моисей. Илья – это прообраз чего? Пророка, молитвы. Молитвы с проявлением пророческого дара, давайте так скажем. А Моисей – это прообраз чего? Это прообраз написанного слова. И вот два источника, друзья, они не должны один другого подавлять. Не должно быть в молитве больше, не должно быть в церкви больше молитвы. И не должно быть в церкви больше служения слова. Оно должно идти равномерно. И оба эти источника должны приводить человека к третьей личности, которая была на горе Преображения, которая есть, наш Господь Иисус Христос. Очень простая проповедь. Вчера была хорошая молитва, теперь нам нужен что? Хороший разбор слова. Вчера мы хорошо пошумели, пережили Божие благословения. А сегодня нам надо пища. Нам надо мясо, нам надо хлеб. Нам надо понимать эти вещи, друзья. И тогда равномерное развитие христианина происходит. Не происходит перекосов. Тогда мы преображаемся. Тогда мы становимся такие, как Он. Тема нашего разбора сегодня, друзья, пророчество, откровение, видение в Церкви Господней. Мы сегодня будем говорить, друзья, на очень трудную тему. Я скажу прямо так, как есть. И цель моя, друзья, говорить очень практически. Я не буду говорить отвлеченно. Мы будем говорить практически. Я буду говорить с высоты моего опыта. С высоты пережитого какие-то вещи. А вы имеете право, друзья, дополнять или возражать. Конечно, есть вещи, которые, я думаю, не должны вызывать возражение. Но все-таки цель моя сегодня, друзья, не так. Знаете, можно просто поговорить о дарах в общем. Поговорить и сказать, вот есть такой дар, есть такой дар, есть такой дар, есть такой дар. И забыть. А можно, друзья, подойти к этому вопросу очень практически. И мы с вами поговорим. Вот, например, друзья, кто из вас знает, как начинается дарование? Дина знает, потому что у нее когда-то оно началось. А я уверен, что я вам дам некоторые признаки, и вполне возможно, может быть, у вас есть какие-то... Мы поговорим об этом, что были в народе пророки. А еще кто был в народе? Ну, по Ветхому Завету. Сыны пророков. Сыны пророков, да? И мы поговорим, какая разница в этом? Какая разница? А и поговорим о том, что все вы один за другим можете что делать? Ну, написано, да? Но нам важно понять, друзья, не теоретическую сторону этого вопроса. Нам важно понять практическую сторону. И я посмотрю, как у нас пойдет разбор. Вполне возможно, мы даже немножко сократим время, и мы посвятим сегодня некоторое время на разборе для молитвы, и будем просить, чтобы Господь дал нам на практике пережить эти вещи. Если Бог позволит, мы двинемся от известного к неизвестному, потому что то, о чем мы будем говорить, оно отчасти известно нам. И мы понимаем дар откровения, мы понимаем дар видения, и мы понимаем дар пророчества, да? Мы эти дары понимаем, мы их переживаем, мы их практикуем. Но есть, друзья, масса даров, которые мы не переживаем, и мы не знаем людей, которые имеют эти дары. И Библия говорит, ревнуйте о дарах больших написано. Так написано? Надо разобраться в этом, друзья. Нам надо понять, о чем говорит Писание, чтобы нам не впасть в одну крайность, где пророчества вообще запрещают, и его нету. И не впасть в другую крайность, которая тоже является неправильным положением. Хорошо. Давайте мы, друзья, обратимся к Слову Божьему. И для начала мы возьмем, мы прочитаем с вами место Священописания из 12 главы, которое посвящено дарованием. И мы остановимся практически на каждом стихе и порассуждаем, а потом, друзья, за основу мы возьмем практическую сторону этого всего. Итак, 12, первое послание Коринфянам, 12 глава, с 1 по 7 стих мы будем читать. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, о дарах духовных. Обратите внимание, что слово «дары», оно заключено, что? В скобке. Это значит, что его в оригинале, его нету. То есть в оригинале оно читается, не хочу оставить вас, братья, в неведении, о духовных. О духовных. О чем духовных? Мы поговорим сегодня, да? Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Вообще непонятный стих. Кто этот стих понимает? Когда вы были язычниками, вас водили к безгласным идолам, мы прочитаем, и стих за стихом мы будем с вами говорить. Как бы вели вас. Потому сказываю вам, он говорит, когда вы были язычниками, было то-то-то-то. Поэтому я говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И дальше написано, дары различны. Дальше как? Ну, Дух один и тот же. И служения различны. Но Дух один и тот же, да? Господь, ну, я хочу обратить ваше внимание, что в этом стихе Троица тоже присутствует. Обратите внимание, да? Но Дух один и тот же. И служения различны. А Господь один и тот же. И действия различны. А Бог один и тот же, производящий все во всех. И седьмой стих нам очень нужен. Мы про него, если сегодня дойдем, порассуждаем. Написано, но каждому, но каждому дается проявление Духа на пользу. Друзья, это очень богатейший текст. Я думаю, что мы сегодня посвятим, наверное, целый разбор этому тексту. Если успеем, а если не успеем, то я не буду спешить. Потому что я, как я уже сказал, нам надо положить некоторые основания. Давайте начнем с первого стиха. Итак, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Павел посвящает эту главу для того, чтобы дать определенное знание. Но знание чего, друзья? Знание даров только духовных. Переводчик добавил слово дары, потому что оно там, знаете, одна сестра пророчествовала, выпустила пророчество, и подходит к ней пророк и говорит, сестра вот эту последнюю фразу ты добавила. Она говорит, да, братка, добавила, но говорит, так подходит хорошо. Поэтому, друзья, вот здесь переводчик переводил, и тоже оно так, ну, хорошо подходит, потому что предложение, получается, построено неправильно. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, от духовных. И теперь я вас спрошу, если мы выпускаем слово дары, о чем говорил Павел? От духовных. О чем он говорил? Во-первых, друзья, он говорил о духовных людях или о духовных христианах, потому что, друзья, духовный христианин – это тот, который понимает проявление Духа Господнего. Понимаете, о чем я говорю? Другими словами, друзья, духовная жизнь, она очень сложная и трудная. И я заметил по практике, что самое легче, особенно ведущим братьям, самое легче, знаете, что сделать? Духовную жизнь скрутить до минимума. Знаете почему? Потому что, если этого не сделать, то ты будешь постоянно, постоянно в каких-то интересных действиях. Да? Если, друзья, то они, по-другому скажу, намного тише в церкви, когда мы бы запретили все дарования. Намного проще. Не надо разбираться от Бога, она говорит, не от Бога. Не надо вникать в эти проявления. Не надо переживать, что кто-то попадет в искушение и будем иметь дело с бесами. Это уже самая крайняя точка. Это тоже одна из причин, почему братья не хотят этим заниматься, потому что нету духовности, нету вообще ничего. Да? Но Павел говорит, я не хочу оставить вас в неведении о том, что есть люди духовные. Смотрите, как написано. Но духовный судит, что обо всем. То есть, смотрите, я хочу, чтобы вы поняли. Давайте я вам приведу пример. А может человек духовный говорить об атомной энергии? Может? А может человек духовный говорить про внеземные цивилизации? Может? Может? Поймите, друзья, когда недуховный начинает об этом говорить, тогда... Неинтересно. Ну, не то, что неинтересно. Временами хочется сказать, брат, помолчи. У меня когда-то была беседа, я в колледже, мы прослушали беседу, один брат рассуждал на тему инопланетян. Очень интересное такое рассуждение. Он их классифицировал и говорил, что есть инопланетяне разные. И такие, и хорошие, и добрые. Я не знаю, на чем он основывался. Кстати, один из руководящих епископов. Ну, потом он стал епископом. До этого он епископом не был. И эта беседа попала в руки одного моего друга. И он сильно просил у меня эту... И он так впечатлила эта беседа. И он пошел, прослужил эту беседу, пришел в свою церковь, он был не с нашей церкви, пришел в свою церковь и выдал эту беседу на воскресной проповеди. После этого мне пастор в той церкви позвонил и говорил, ты ему дал эту кассету. Я говорю, я, простите меня, я не мог оправдаться, но смысл, друзья, в том, к чему я это все веду, что было выложено абсолютно не в духовной форме. Может быть, очень интересно, да? Может быть, какие-то новинки я буду выдавать вам, да? Если, например, вы читаете про ангелов, я много книжек прочитал, вы сразу почувствуете, что в этой информации есть духовность, а в этой информации это просто сказки. Это просто, как Павел сказал? Как он сказал? Бабьи басни. Ну, так Павел говорит. Поэтому, друзья, и говорить о глубоких вещах, нам не... вот потому что, кто слушал Бакстера, как его зовут? Бакстер, Бакстер, Ирвин Бакстер, кто его слышал? Слушали? Кто не слышал, можете прослушать, они переведены его беседы на русский. Я не рекомендую, не то, что я рекомендую, и говорю, вы обязаны это прослужить, но у него очень интересное рассуждение, он интересно рассуждает. Человек с пытливым умом. И, ну вот, я вам приведу пример, например, он говорит, помните, что написано, что у дракона был я, был, была пасть, как пасть у льва. Да? Помните, в откровении написано, у дракона была пасть, как у льва. Вот как его перевести? Мне вот эта мысль, например, из его рассуждений очень понравилась. Он говорит, что, когда придет Антихрист, Антихрист будет говорить на английском языке. Интересная мысль. Потому что лев, это герб Англии, и вот пасть у льва, это значит, да, что он объединит, что язык империи Антихриста будет английский. Что сегодня не очень трудно так сказать и догадаться, правда, что английский наверное самый распространенный. Ну вот интересно, вот как он берет писание и толкует. Но я вам хочу сказать, что он объясняет писание очень по-человечному. То есть он берет вырезки из газет еще то, еще то. И есть интересные мысли, а есть вещи, которые абсолютно не склеиваются. Потому что он говорит не лду, потому что об этом надобно судить как? Духовно. Потому что для этого нужно откровение. Потому что у Монте этого пророчества не поймешь. Ты можешь чуть-чуть заглянуть. И так было с Даниилом. Он начал, он начал искать, он начал исследовать, да, он начал просчитывать что-то. И наступил момент, когда он понял, что просчитать все я не могу. И что мне надо делать? Мне надо молиться. И он пошел к Богу, и Бог ему начал давать вот эти все величественные. Это то, что записано у Даниила. Вы не думайте, что Даниил видел только то, что записано. Даниил был серьезный пророк, и он видел множество откровений. И не все они записаны, они были записаны. И смотрите, друзья, чтобы откровение, некоторые откровения, мы об этом будем говорить, которые нужны нам, были даны никому иному, как Даниилу. Зачем? Чтобы Бог не мог найти пророка ближе? Мы об этом поговорим еще. Друзья, поэтому духовность судить о всем. Павел говорит, вот эти вещи, о которых я вам говорю, вы должны понимать, потому что среди вас должны встать и быть люди духовные, которые судят о любой вещи духовно, которые подходят к этому не со стороны науки. Вы же знаете, что сегодня наука, ну не только сегодня, наука пересматривает свои взгляды. Вы знаете, это или нет? Регулярно. Вы знаете, какая доминирующая сейчас теория. Знаете, на основании какой теории сейчас существует вся наука? Это теория Эйнштейна. О том, что энергия, масса, это все взаимосвязано, это никуда не исчезает, а переходит из одного в другое. И они все могли объяснить, только не могли объяснить черной дырой, что это такое и так дальше и тому подобное. Так вот сегодня эти все вещи, друзья, так как они этот коллайдер открыли и так дальше и тому подобное, то есть буквально, чтобы вы поняли, вас не утомлять, Эйнштейн говорил, этот мир, он такой материальный. И все, что происходит в этом мире, можно объяснить законами относительности, материального мира. Да? Но сегодня уже наука, хотя Эйнштейн был верующий человек, и он не преследовал той цели, но вот на основе ее теории так эти ученые поступают сегодня, вытесняют Бога, но сегодня даже сами ученые приходят к выводу, что не все объясняется теорией Эйнштейна, пересматривается. Я веду к тому, друзья, что христианин имеет право, если вы это не знали, то вы должны это понять сегодня, друзья, христианин имеет право знать о любых вещах в этом мире, мы имеем право. Я не говорю, что Бог обязательно откроет, но мы имеем право знать про все. Тайна Бермудского треугольника, да никакая не тайна она для Бога, это Он сотворил этот Бермудский треугольник, если там происходят какие-то процессы, они происходят по его повелению, из его ведома, и мы, друзья, можем перечитать кучу литературы какой-то конспиративной, и в конечном итоге ничего таки не понять, но стоит, если это Богоугодно, естественно, но стоит нам, друзья, склонить колени и обратиться к Господу, и Он объяснит нам, если это нужно, а надобность Бог измеряет только по одной критерии, по какой, нужно ли это для спасения, созидания церкви, то есть нужно ли это в его планах, потому что, если мы идем путем тщеславия и говорим, Бог мне все откроет, я буду пуститься, молиться, и Бог откроет мне тайну Бермудского треугольника, а зачем она тебе? Таким образом, да, таким образом мы попадаем в ловушку, здесь надо поэтому, поэтому, духовный судит обо всем, но если придет какая-то ситуация, как примерно, мне очень нравится этот, который теорию динозавров говорит, как он забыл фамилию? Кент Ховен, спасибо, Андрюша, мне очень нравится, и он часто встречается с этими учеными, и основная масса знаний, которые он имеет, это знания, которые он приобрел, он ученый человек сильно, ему сильно не хватает именно составляющей вот такой духовной, духовной, и я думаю, друзья, что Павел, это был один из людей, который мог рассуждать на любые темы, посмотрите в Писании, как он вступал в спор со всеми тогдашними философскими школами, были образованнейшие люди, и он с ними мог свободно говорить, по той причине, что он был, друзья, духовный, и духовность начинается с того, что Писание называет, я назвал это о дарах, но мы должны понять, друзья, что Писание говорит не только о дарах, человек духовный должен знать три потока Божьей благодати, друзья, Божьей благодати, так как мы говорим о дарах, я написал здесь дары, но давайте чуть-чуть двинемся дальше, и вы поймете, о чем я говорю, я чуть-чуть забегу вперед, чуть-чуть забегу вперед. Итак, дары различны, но дух один и тот же, да, служение различное, кто такой духовный человек? Духовный человек это тот, который знает проявление трех потоков Божьей благодати. Первый поток это дары, второй поток это что? Это служение и третий поток это действие. Друзья, они не взаимозаменяемы. Сегодня не это моя тема, я ее выписал в топик, потому что я планирую об этом поговорить, друзья. С дарами мы с вами знакомы, отчасти, не со всеми, со служениями мы с вами тоже знакомы, и тоже знакомы, что? Отчасти, а с действиями у нас вообще, друзья, большая проблема. Вообще большая проблема. Но духовный человек, друзья, это тот человек, который знает Бога в дарах, он знает Бога в служениях и он знает Бога в действиях. Он знает Бога во всех трех проявлениях. Не везде, друзья, вы сработаете даром. Есть такие моменты, когда вам надо человеку что сделать? Послужить. Послужить, друзья, не своим духом, послужить духом Божьим. Я не говорю, друзья, о том, что вы кому-то скопаете огород. Я не об этом служение говорю. Я говорю, что это все проявления сверхъестественные. И есть моменты, друзья, где ни дары не сработают, ни служения не сработают. Вам нужно какое-то что? Действие. Вы понимаете, о чем идет речь? Действие, друзья, что-то такое, что приведет Бога в этот физический материальный мир и покажет людям, что он живой. Ну, пример действия вы знаете? Например, когда Бог голосом говорил Христу. Все, сын мой возлюбленный, его что? Слушайте. Да? И некоторые люди услышали голос, а некоторые сказали, что это гром. Но это был пример действия. Это был пример того, как пользовался этими вещами наш Господь Иисус. Но мы еще об этом чуть-чуть поговорим. Давайте идем назад. Итак, знаете, что когда вы были язычниками, давайте стих за стихом, и тогда мы еще вернемся к этому стиху назад. Знаете, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Я для вас еще один перевод выписал. У, не там. Вы помните, что когда вы были язычниками, то испытывали бессознательное влечение к ним идолам. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что есть два служения в этом мире. Есть служение Богу живому. Все, что не является служением Богу живому, является служением кому? Идолам. И в этом, друзья, я выписал, я из этого предложения выписал два слова. Два слова. Во-первых, служение безгласный, да? Во-вторых, служение как бы вели вас, да? Во-вторых, слово как бы вели вас. Я их выписал вот на греческом, если вам интересно. Самое интересное, что не мой, это Афонос. Я не знал, что не мой, это Афонос, а знаете, с чем созвучно? Гора православный Афон. Видите, где она? Афонос, это не мой. И второе слово, это отводить, уводить или увлекать. Смотрите, друзья, если человек не служит Богу живому, а служит идолам, то в этом служении есть две крайности. Первая крайность, друзья, это безгласные идолы, вот такие, видите? Отсутствие даров, отсутствие даров приводит к безмолвию, человек устал на собрании. Когда он ревнует о дарах, он видит откровение о дарах. Когда, друзья, когда убирается благодать Духа Святой из церкви, то в церковь приходит безмолвность, безгласие. Это уже это не что иное, это может быть абсолютно христианское вид этой формы, но это не что иное, как служение какому-то идолу. Или это пастырь, там, служитель, этот идол, или сама форма, там, этот идол, или еще что-то, но живую церковь превратили в безгласное, безгласное слово, такого быть не должно. Это одна крайность, это одна крайность. Служение идолам, оно приводит к безмолвию. Вторая крайность, друзья, отсутствие даров приводит к заблуждению, уводит куда-то, в сторону. Понимаете, куда я веду? Сегодня масса таких служений, которые от истины уводят. Отсутствие даров приводит к тому, что их надо в собрании чем-то, что сделать? Подменить. И подменяют, например, или подменяют какой-то формой, да? Ну, возьмем православных, не будем брать Ивановские церкви. Возьмем православных. Живое служение там подменено ризами, кождением, ритуал, каким-то, туда не стань, то не сделай. Вот это-то. И в этом люди находят смысл. А Бога там давным-давно уже что? Нету. Там нету Бога. С другой стороны, друзья, это может быть так, как делают наши... Вы знаете, откуда я эту фотографию я взял? Это служение. Это служение в Сиднее, в церкви Хилл Слон. Мега церковь, там, просто, когда я немножко поинтересовался, сердце просто болит. Тысячи людей, друзья, тысячи людей. и вся причина только одна. Вы понимаете, что если бы было помазание, был бы хотя бы один истинный пророк, то церковь не скатилась бы вот в такое состояние, такое непонятное. Потому что, если сегодня включить здравому человеку дискотеку и включить это служение, разницы вы вообще в ней увидите никакой. Вообще. Ну, слова поют христианские, а если по-английски идет служение, то большинство из вас не поймет, что они там поют. Но я не к тому, друзья, я не только говорю харизматов, я беру, друзья, то, что если нету даров, сатана уводит или в безмолвье и церковь превращается в мертвые, или же там наоборот много шума, но это абсолютно нету ничего, не связано, ничего с Богом. Там что-то такое непонятное происходит и есть даже такая, так называемая лжедуховность, в которой я вообще ничего не понятно. Я не хочу, сегодня может будет время, мы поговорим, друзья, о том, как враг обманывает. Я показываю вам две крайности, смотрите, если нет даров духовных, если нету настоящей духовности в церкви, или в одну сторону церковь двигается, или в другую, поэтому у нас выбора нету. Я хочу, чтобы просто вы осознали и поняли, потому что очень много зависит от вас, не все постарее зависит, зависит очень много от вас. Вы должны поддерживать духовность, вы должны хотеть этой духовности, вы должны молиться за эту духовность, и тогда Дух Святой будет действовать. Потому что большинство людей, они вот так, ну, что, как братья ведут, так и мы пойдем. Если вы увидите, что мы ведем неправильно, не по Писанию, надо говорить, надо молиться, надо предпринимать что-то, надо проститься. Нельзя просто сегодня упускать руки и ничего не делать. Надо, видя евангельский образец, надо к нему стремиться. Причем я вам так скажу, друзья, абсолютно не важно, что делает возле тебя твой ближний. Главное, чтобы ты делал как правильно. Вот и все. Аминь. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это, конечно, этот стих Священного Писания объясняет некоторые, некоторые принципы, на которых работает Дух Господень. Сестры, братья, вы должны понимать, конечно, это в идеале, когда, когда человек чист, свят и посвящен Господу. Это означает, что, когда происходят проявления духовные, для сатаны места нету. Давайте, скажем так, не должно быть. Мы об этом поговорим немножко дальше, и потому, что, говорит Яков, не может течь из одной источника и горькая, и сладкая вода. А я вас прошу, может или не может? Итак, Писание говорит, не может, а на практике мы видим, что течет. И мы поговорим про причины этого чуть-чуть дальше. Но вы должны понимать, друзья, что он здесь описывает буквально следующее. Он говорит, когда Дух Святой почивает на вас, то все, что происходит среди вас, происходит по воле Божьей. Там действует Дух Святой, но всегда присутствует вот такой страх, что, а вдруг это не мое, вернее, вдруг это мое, а вдруг это не от Духа Святого. Поэтому Писание говорит, что никто, говорящий Духом Божьим, анафемы на Иисуса не скажет. И это, друзья, дает нам право молиться на языках и не переживать. Часто есть скептики, которые записывают молящегося на языках. На Ютьюбе вы найдете людей, которые взяли съезд писядников наших старых братьев и позаписывали их, что они говорят там на языках. Ну и делают из этого такую своего рода насмешку. Я даже не буду говорить, думаю, вы догадались, кто это делает и так дальше. Смысл, друзья, в том, что Писание говорит, во-первых, никто, говорящий Духом Святым, анафемы на Иисуса что? Не скажет. Во-вторых, написано, если мы просим у Него хлеб, то Он камня не подаст. В-третьих, написано, когда ты говоришь Духом, никто не понимает тебя. Не старайтесь переводить языки. У вас из этого ничего не получится, не должно получиться по Писанию. По Писанию написано, когда ты говоришь Духом, никто не понимает тебя, ибо ты тайны говоришь Духом. Поэтому всякая попытка перевести языки духовного человека, она приведет тебя куда хочешь, но не в истину. Потому что ты тайны говоришь, и для того, чтобы получить перевод, тебе нужно, чтобы этот перевод дал Бог. И я объясняю это следующим образом, друзья. Я объясняю, что когда, например, вы собрать всех специалистов по языкам в одной комнате, всех специалистов по языкам в одной комнате, по живым языкам и по мертвым, собрать всех людей, которые владеют многими языками. То есть постараться сделать физически так, чтобы в одном месте собрались люди, которые знают все языки. И христианин исполнится Духом Святым. Угадайте, на каком языке он будет говорить. На каком-то таком, который все эти люди все равно не знают. Потому что должно исполниться Слово Божие, которое говорит о том, что мы тайны говорим Духом. И поэтому, да, но у нас есть, друзья, уверенность. Никто, говорящий Духом Святым, мы опираемся на Писание. Это не учение какого-то брата, учителя. Это Слово Божие. Никто, говорящий Духом, не скажет анафемы на Иисуса. Я вам больше скажу. Никто не может Иисуса назвать Господом, как только что Духом Святым. Что это значит? Смотрите, Иисус Господь. Я Духом Святым назвал или Своим Духом. Есть люди, у которых Иисус есть Господь, а есть люди, у которых Иисус не есть Господь. И утвердить в этом не может человек. Если я приду и скажу, Саша, твой Господь это Иисус, то мои слова, они не имеют никакой силы, никакой власти. Но если придет Бог и скажет, Иисус есть твой Господь, вот тогда эти слова имеют власть. Борат Филипп буквально тоже сказал, только смысл не в том даже, что ты переживаешь силу, а в том, кто эти слова говорит. Поэтому если эти слова говорит человек, они не имеют власти. А если эти слова говорит Дух, то они имеют власть. И Дух однажды сходя на человека, он буквально делает следующее, он называет Иисуса Господом. И после этого, друзья, после этого ложится печать на человека, и все бесы знают, у этой личности Иисус Господь. На греческом это звучит как curious. И это был титул римских императоров. Да. И многие христиане положили за это жизни своей. Потому что все, что делали в Древнем Риме, их не спрашивали, свидетели не искали. Если было обвинение, что он христианин, то такого человека брали и приводили на суд и говорили, говори, что твой Господь это Цезарь, этот император. Отрекайся от Христа и говори, что твой Господь это император. И кто отрекался, отпускали с миром. А кто не отрекался и не называл, того убивали, и тот шел под нож. Вот так было. Поэтому на основании вот этих вещей Павел пишет, вы должны понимать, что это не просто было исповедание. И когда человек говорил это было свидетельство, на самом деле свидетельство, потому что это свидетельство ввело в большинство случаев в тогдашнем мире человека ввело на смерть. Понятно? Вот. Поэтому он утверждает таким образом христиан и говорит, никто, если ты исповедуешь Иисуса Господом и ты его исповедовал пред всеми, ты, Христи, за тобой стоит Господь. Друзья, но это все связано, я хочу, чтобы вы поняли, что это все связано с работой духовных даров. Потому что Павел пишет о духовных дарах и он говорит, что все, что происходит между вами под сенью крыла Духа Господнего, оно происходит по его воле и оно происходит потому, что там Иисус есть Господь. И это является и нам ободрением, и это является для нас и эталоном. Мы должны проверять, когда, например, идет пророчество, когда идет пророчество или когда языки происходят, чтобы это все, чтобы все было во славу Господа нашего, что Иисуса Христа, как я уже сказал, коснемся этих трех потоков, друзья. Поток даров вам понятный, что обозначает дары, что входит в положение даров. Проблема с дарами в том, что мы с вами знаем дары меньшее. Найменьший дар это говорение на иных языках. Больше он прямо говорит, что если ты говоришь на иных языках, то окей, но ты стремись что делать? Истолкованию. А потом он говорит, пророчество стремись. А дальше он пишет, ревнуйте о дарах больше. То есть в служении дарования есть дары больше и есть дары меньше. И соответственно, друзья, к величине дара, соответственно, человека ответственность пред Богом. Опять же, мы об этом поговорим немножко дальше, когда мы будем рассуждать о даре, даре пророчества и даре откровения. Но я, мое мнение, вы сейчас выскажите свое. Почему нету даров сегодня в церкви? Бог никогда не даст дар человеку, если этот дар послужит к его падению. Понимаете? Бог никогда не даст дар, если этот дар послужит к его падению. Все остальное, друзья, не так важно. Ошибки какие-то, еще что-то, еще что-то. Важно только одно в вопросе дарования. Если дарование послужит к падению человека, тогда Бог дары не дает. Потому что душа важнее. Вот это, я думаю, самая главная причина, почему сегодня нету. Потому что большинство из нас, получив какие-то способности от Господа, какие-то дары, мы бы попали в проблему личную. Личную. Или же, конечно, есть и другая причина, что может быть человек не только себе повредит, но еще и повредит этим даром и церкви. И церкви. Вот в такой ситуации тоже Бог немножко приостанавливает и не дает это, друзья. Но с дарами более-менее нам понятно, что такое служение, друзья. Что такое служение? Служение различное. Служение здесь не касается служения, как в понятии, как мы имеем диакон, пресс-фитер и так дальше. Это не о том. Хоть это тоже служение, но есть служение, где мы служим друг другу Духом Святым. Понимаете? Это нечто сверхъестественное. Давайте приведем пример. Ну, какой пример? Служение раздавания. У человека есть деньги, он хочет дать денег. Он может дать денег просто. Он может посмотреть, встать в воскресенье, посмотреть на зал, подумать, ну, кто там самый бедный? Ну, вот Олег пущеный, самый бедный, я ему и дам. Да? И Олег получит деньги и посмотри на деньги и скажет, ну, слава Богу, аллилуйя, хорошо, слава Богу. Служение или не служение? Служение или не служение? Служение, но оно не то служение, которое запланировал Господь. А то служение, то буквально следующее, ты просыпаешься с утра и тебе Бог говорит, подойди к такому человеку и дай ему денег. Даже не то, что дай, а Бог говорит ему, дай ему 33 доллара 15 центов. Поняли? И ты приходишь и даешь ему 33 доллара 15 центов, и человек начинает плакать. Потому что ему надо именно 33 доллара 15 центов, и это именно та сумма, о которой он с утра молился и плакал пред Богом. Вот это называется служение. И этого сегодня в церкви у нас почти нету. Почти нету. Очень редко оно попадает. И мы даже забыли об этом. И это касается не только раздаяния, это может касаться только чего хочешь, друзья. Сестра сапает на огороде, а Бог говорит, вставай, Марфа, иди в другое село, зайди в такой-такой-то дом и скажи такое слово, и разворачивайся, иди назад. Поняли? Это служение. Ты приходишь и говоришь одно слово. И все. Это служение, друзья. Это, какой вам еще пример привести? Ты встал ночью и поднял молитву ночную. И в ночной молитве ты увидел кого-то близкого, знакомого, который, не знаю, находится в опасности. Да? И ты приходишь и говоришь ему, я сегодня ночью, в час ночи меня поднял Дух Святой, я за тебя молился. Он говорит, а я на дороге попал на гололед и чуть не слетел с дороги и взывал к Господу в это самое время. Служение. Перехлестуется, да? Перехлестуется это все. Это называется служение. Ты послужил или материально, или финансами, или еще чем-то. Но оно, друзья, оно не выражается, знаете, как мы сегодня служим? Мы наугад, мы вслепую. Попадешь, не попадешь. Хо, попал. Хо, попал. А Бог не спланировал так для церкви. Бог для церкви спланировал, чтобы наши нужды были восполнены вовремя. Чтобы в восполнении наших нужд мы всегда видели не брата, а мы видели нашего Господа. Когда кто-то, ты молился про 33 доллара 15 центов, кто-то принесет тебе 33 доллара 15 центов, ты не того, кто принес, будешь благодарить. Ты будешь благодарить Господа, потому что он только, только сосуд его исполнения. А во всем прославляется наш Господь. А у нас сегодня немножко по-другому. Пришел брат, дал 1000 долларов церкви, он уже уважаемый человек церкви. И действия, друзья. Дары, служения, действия. Это тоже у нас не хватает. Как я уже сказал, есть некоторое проявление, но проблема в том, друзья, что мы этому не пределяем внимания. Поймите правильно, смотрите, когда мы с вами собираемся на молитву, у нас вчера была отличная молитва, я просто получил наслаждение, назидание, я думаю, как большинство из вас. И в большинство случаев вот такие молитвы, они приносят нам такое состояние удовлетворенности. Ух, вчера была хорошая молитва, аллилуйя. И мы довольны, и мы ждем, не знаю, там, следующий вторник или следующую пятницу, чтобы опять помолиться, опять пережить Божие благословение. Мы должны понимать, что воля Господня в том, чтобы мера благодати, она увеличивалась, и чтобы мера благодати перерастала из вот этого общего назидания в какие-то действования. Но должен Бог начать действовать среди нас, понимаете? При том всем, что помазание не привязывается к человеку. В правильном действии помазание не привязывается к человеку. То есть, есть, конечно, люди помазанные, но в большинстве случаев, когда вот идет общее движение благодати, Бог может избрать кого хочешь. И все, что нам надо, это поднимать градус Божьего присутствия. Если мы побыли во вторник, и нам было хорошо, молитесь о том, чтобы в следующий вторник было еще лучше. Помазание было больше. Молитесь о том, чтобы не только пророчества были, чтобы были какие-то другие проявления, чтобы Дух Божий начинал действовать, чтобы Господь начинал, что-то должно происходить, потому что мы знаем, что Бог живой, и когда Он сходит благодатью, Он сходит не только для того, чтобы мы поназидались, громко помолились, получили откровение, у Него есть различные моменты. И не бойтесь проявлений Духа Господня. Есть проявления высокие, есть проявления маленькие. Я говорил с одной сестрой, она говорит, как сходит на меня Дух Святой, что такое происходит, и у меня руки вверх пошли, и пошли в руки вверх. Я говорю, сколько долго можно держать? Он говорит, пока молюсь, пока держу. Я провел эксперимент духовный. Попробуйте. Попробуйте на молитве, даже при том помазании, которое у вас есть. Поднимите руки и постойте минут 15. Просто только вытяните, или может даже чуть-чуть вперед, тогда будет тяжелее. Попробуйте. Попробуйте подержать 15 минут руки вверху. Если Дух Господний это делает, то это действие. Оно предназначено для чего-то. Вы должны понимать, что оно имеет во всем есть какой-то смысл. В действовании Божьем есть какой-то смысл. И так дальше. Но почему я, например, привел пример рук? Потому что у нас нету больших действований, потому что мы не имеем и малых. Мы и не стремимся к малым. Мы и не хотим познавать малое. Ищите малого чего-то. Я не хочу приводить примеры, потому что я боюсь попасть в такое, как сказать, чтобы вы начали просить, чтобы Бог дал мне держать два часа руки. Ну, не надо этого делать. Не надо просить, чтобы Бог тебе дал держать. просить и действований таких, каких хочет кто? Господь. Хорошо, друзья. Итак, мы с вами будем говорить, дальше мы не будем говорить о служениях и действиях. Наша цель поговорить о дарах, причем у нас очень узкий круг, мы будем говорить с вами о пророчестве. Мы будем говорить о пророчестве. для того, чтобы говорить, друзья, о пророчестве, мы прежде затронем последние стихи из того, что я прочитал. Но каждому дается проявление духа, что? На пользу. Друзья, смотрите, Павел описывает и говорит дары, служения, действия, то-то-то-то-то-то-то и заканчивает. Я специально взял перевод слова каждый. Друзья, там имеется в виду то, что написано. Буквально. В церкви каждый может, не даже неправильно, каждый должен иметь, что? Проявление духа на пользу. Слышите? Друзья, вот, мы все привыкли. Знаете, к чему мы привыкли? Мы привыкли к такому. Братья выйдут, братья скажут проповедь, братья подведут в молитве. Все, вот все оно как бы сконцентрировано вокруг братьев. Оно может неплохо. Я, не скажу, что оно плохо, оно должно быть какое-то руководство в церкви и так дальше. Но Писание прямо говорит, всякий имеет право иметь проявление. Послушайте, это не дарование. Это не то, что ты уже стал пророком. Но каждый может иметь какое-то проявление. А это значит, что ты можешь иметь, любое из даров может проявиться в тебе. Любое из служений может проявиться в тебе. Любое из того, а почему оно не проявляется, братья и сестры? Почему? Потому что вы все ждете, что оно будет проявляться в служителях или в пророке, там Дина будет прочествовать, все. Поймите, друзья, а Бог, он смотрит на это все и хочет сегодня давать. Давать нам. Ищите лица Господня. Ищите, чтобы Господь проявлялся. Это же не я, это Писание. Писание говорит, каждому, друзья, каждому. А где у нас эти каждые? Вы каждый или не каждый? Каждый. Конечно, я рискую, я стою на скользкую почву. Да? Чтобы не получилось так, что потом эти проявления надо будет останавливать. Но не надо же ни в одну крайность падать, ни в другую. Надо искать, надо просить, друзья. Вы сегодня придете с разбора, станьте на колени и скажите, Боже, в следующий раз сделай какое-то проявление для меня. Пускай это будет маленькое. Вот я вам расскажу, как работает простая вера. Моя покойная мама попала в служение и в служение Иисус вот рассказывает откровение. И говорит, что я видела то, я видела то, она с мира пришла, первый или второй раз она в служении, Иисусу да рассказывает откровение. И она так послушала это все, закрыла глаза и говорит в себе. И говорит, Господи, что они там видят? Вот мне интересно, они видят или они выдумают все? И она, это она лично мне рассказывала, и она говорит, и таке случилось, сказала Саша, как будто я, кажется, сплю, но я не сплю. Ну, кажется, такое состояние, как я сплю. Я, кажется, смотрю, говорит, ручей такой течет прозрачный, и говорит, трава такая, и я там напрягу, этого ручья, я, говорит, так наклонилась, чтобы его черпнуть, раз, и все исчезло. Да? Вот вам проявление. Я могу рассказать вам еще пример проявления, когда мы, это было один раз в этой сестре, единственный раз, очень интересное было действие, пять человек пришли, не с нашей церкви, пришли к нам, чтобы мы помолились за крещение Духом Святым. И мы приклонили колени и начали молиться, и одна из сестер говорит нам, говорит, я видела, три пламеника сошли, а то она мне лично говорит, не в общем, она мне лично сказала. Говорит, я видела три пламеника, сошли и почили на эту, и на эту, и на эту, показала на каких сестер. А говорит, на этих двух не было. И я это откровение не рассказал никому. И мы молились два с половиной часа за крещение Духом Святым, и этих трех Бог крестил, а этих двух нет. И когда уже все совершилось, я тогда сказал, вот было такое откровение, вынуждайтесь, почему Господь так открыл. Это было единственный раз в ее жизни. После этого, я думал, может быть, какие-то будут дары, и там у нее, но один раз она видела такое видение, такое проявление. При том всем, что я думаю, что наша ошибка в том, что эти проявления надо в народе возгревать. Ты можешь быть, не быть сосудом Господним, ты можешь не быть пророком, учителем, но Бог тебе может дать какое-то проявление. Не обязательно откровение, не обязательно видение, какое-то другое проявление, но оно будет на пользу народу Божьему. Понятно? Сегодня мы закончим вот на этом слайде, друзья. Смысл, друзья, такой. Итак, языки, судя, понимание для верующих, а для неверующих. Пророчество уже не для неверующих, а для верующих. Дари даются внутрь церкви. Дары не предназначены, чтобы работать внешне, то есть никакой пророк не имеет права использовать этот дар для внешних. Пророк работает только внутри церкви. Может ли пророк молиться за своих неверующих родственников? Ну, молиться на покаяние может, может ли он неверующим родственникам давать откровения? А? нельзя друзья нельзя если если бог дает от если просто ты встал и там бокс бог тебе сказал иди и скажи твоему неверующего родственнику то-то и то-то пожалуйста так можно но ставить какие-то нужды пришел неверующие родственники говорит вопросе господа обо мне имеешь право или нет нет дары действует внутри церкви потому что дары даются в церковь и для церкви я говорю я предостеряю вас сосуды о том труде чтобы вы вы понимали это инструмент внутри церкви бог может делать что-то для неверующих в виде исключения но неверующий человек например не может регулярно получать пророчество не может это в виде исключения один раз бог может сказать ему это как саша говорит на покаяние до дары не для личного пользования сосуды пророки может ли сосуд получить откровение для себя лично может может как исключение но он не имеет права пользоваться дарованием для своего личного как сказать корысти наверное неправильно будет сказать пользы для своей личной пользы если бог усматривает и говорит через тебя тебе это хорошо но если пророк знаете я я знал такого пророка который прочитывал только себе ну куда это годится в себе пророчество так говорит господь и себе пророчествует вот ты такой вот и такой вот и такой и конечно там такое пророчество хоть дар найти все он готовый уже в святые только нимба не хватает над ним это признать неправильного пророчества обычно вы должны понять если вообще мы учим сосудов мы учим со это создать вас тоже касается мы учим сосудов что личное пророчество если если боги дает то обычно то дома у тебя на твоей домашней молитве так дальше а большинстве случаев мы рекомендуем сосудам это не делать если тебе нужно пророчество для то есть другие сосуды церкви этого они существуют чтобы мы друг другу пророчествовали как я сказал как исключение может быть но нет ни в коем случае не как правило потому что дары даются для того чтобы церковь обогатилась какой-то истиной какой-то помазанием вот для чего даются дары они для человека понятно специально беседа признать для того чтобы вы немножко поняли здравость если вы видите пророка который регулярно себя пророчествует не стоит к этому пророку серьезно относиться я говорю как есть вы бывает ли что бог говорит бывает бывает но очень редко личные откровения даже если он сосуд большинстве случаев личные откровения срабатывать не через его дарование через внешних или через другие источники потому что ты сосуд для других и бог хочет приучить нас к этому к этой мысли что ты сосуд для других понятно хорошо друзья призвание на труд возьму пять минут и мы помолимся еще первое друзья избрание пророка не приложено господь сказал мне не говори я молод ибо ко всем кому пошли тебя пойдешь и все что повелю тебе расскажешь братья бог не считается с нашими желаниями когда бог выбирает пророка себе служение он временами выбирает не того кого бы хотели бы так или нет понимать о чем я говорю получается вот так посмотрите на церковь посмотрите на на тех кто вокруг вас и скажите как вы думаете кто был бы самый лучший кандидат пророки вот кого вы выбрали то 99 процентов его бог не выберет я говорю друзья о том о том что когда бог выбирает кто-то в пророки помните шоу и саул в пророках тоже на очень многих пророков просто не принимали хотя бы или друзья пророки которых почитали цари помните про мехея у этого царя было куча пророков которых он почитал но бог с ними не имел никакого дела не имел ну это очень интересный там вопрос поэтому поймите мне правильно что когда у нас у нас есть предпосылки предрасположение и мы думаем вот это бог избирать поэтому мы не имеем права молиться скажем давайте возьмем нужду чтобы завтра бог 6 сделал пророков можно так сделать или нет нет друзья не такой практике нету не будет потому что пророчество дается так как угодно духу святому внимание духу святому друзья я об этом немножко поговорю дальше и бог выбирает и дело и по каким критериям я я по сей день не знаю друзья если вам честно сказать у нас было два сосуда которым я страшно завидовал молодости да я в пятидневных постах был за задарование и меня ничего не было а тот нет ничего не постился не молился ему к на голову все свалилось мы можем искать много причин но факт остается фактом друзья бог ни с кем в этом вопросе не советуется когда он избирает пророка себе он ни с кем не советуется и знаете что интересно нравится нам или не нравится мы должны это пророка что принять бог избрал пророков и он утверждает этого человека через действие духа господню поставил бог самуила прошло некоторое время и стало слышно от дано до вирсавии что самуил стал пророком друзья бог не считается жила понимать о чем я говорю то есть есть люди которые очень сильно хотят пророчествовать есть гарантия что они получат есть нету а а есть люди которые очень сильно не хотят пророчествовать есть гарантия что не получат друзья вообще вообще на на желание человека даже не обращайте внимание даже не обращайте внимание смотрите и отвечала мозг и сказала массе я не пророки не сын пророка я был пастухи собирался к море помните моисея мы себе говорит что ты сделать ты горит кого-то другого выбор я кустой куда мне я не ложусь пророки но бог не считается с этими вещами бог помазывает хочешь ты не хочешь шевцов все надо пророчества все произошло божье действие мы мы потом поговорим о начатках дарования немножко дальше да мы поговорим о том как эти начатки дарования укрепить я я недавно даже говорил с одним человеком у которого начатки ведения тоже мы поговорим о ведениях отдельно поговорим но вот призвание на труду за во первых она не приложена вот рыбок не считается с нашими с нашими такими желаниями друзья признаки избрания друзья успеем или нет три минуты хорошо мы поговорим о мы поговорим о признаках того сосуды или нет имеешь ли ты дар пророчества хорошо очень быстро друзья есть начатки дарования понимаете что такое начатки дарования есть дарование открывается очень бурно очень сильно и это хорошо и нормально когда дарование открылось и пошло и пошло и пошло и пошло Но большинство дарований, сколько я знаю, за моей практики, они начинались с того, что мы называем начатки дарований. Начатки дарований – это некоторые проявления, которые Бог дает, их надо распознать, и если ты их не распознаешь и не сделаешь то, что сказал апостол Павел Тимофею, а Тимофею Бог сказал, апостол Павел, так, Духом Святым, он сказал, возгребай. Есть ли у тебя дарование, Тимофей, или нет? Есть. Возгребай дарование, которое в тебе по возложению рук священства. Поэтому очень много людей получают начатки дарований, закапывают их, зарывают, забрасывают камнями и никогда не исполняют Божье призвание, и таковые люди будут пред Богом что делать? Отвечать. Я это говорю ответственно, потому что у нас был человек, который тоже, там было большое, такое, не, как бы, противление. Дух Святой ей дает, а она, Дух Святой дает, и мы в конечном итоге решили поставить нужду, чтобы, нате, тоже человека не заставлять. Мы видим, что что-то есть, но нет, отказ. Мы поставили нужду, и в откровении по тайной нужде показано, что источник, и на источник человек взял и поставил большой камень. И так поставил камень, чтобы перекрыть этот источник совсем. И все. Поэтому источник есть, источник будет бычок, но, я вам так скажу, уже прошло лет 20 после этого откровения. Камень стоит по сей день. Камень стоит по сей день. И сколько уже говорили, сколько напоминали, ничего нет. Поэтому мы с вами поговорим о признаках избрания на пророческое служение. И если у вас эти признаки есть, то в следующий раз обязательно подойдите к братьям. Обязательно. Мы скажем, что вам надо делать дальше. Редактор субтитров А.Семкин